будет записан да я я вообще ни слова не поняла что у вас со связь микрофлаз поняла цпп поняла будьте все любезны гарнитуру поправьте я слушаю гарнитуру поправляйте это никому говорится тебе я говорю поправляй гарнитуру связь никакая а ты чё так разговариваешь ну а как тебе сказать если у нас взаимодействие сейчас не состоится только потому что у вас связь хреновая ну давай вот так и будет ну давай вот так и будет ну ну так и вы разговариваете члена раздельно пожалуйста я отчет твоим отдаю слышно меня припугнуть решил там э щегол недоделанный иди гарнитуру говорю покупай отчет отдаю я чё то блеет 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 ты недоволен еще кто недоволен кто недоволен да ты недоволен вообще наверное всей своей жизнью поэтому разговаривать нормально не можешь почему да ладно не занимай мое время пока и новую не приобретешь там аппаратуру гарнитуру не звони сюда а а а а а а тебе что там хером полгода лоза алокал то все равно алокал с хрипом так я спрашиваю вас не будешь что то что там по микрократу да я тебя не понимаю чё ты спрашиваешь то запись ведется ваш автоинформатор сказал в начале нашего взаимодействия что ведется запись вот сейчас возьми и прослушай ее как ты смотришь со стороны со своим блееньем не блееньем с чем блееньем алло тебя там это чё кондрать не хватанул хихихиха что вы поняли да блеенье говорили у тебя мерзопакостное вы куда то пропадаете алло алло хихихиха алло ха хихиха давай шабанись об угол стены Что? 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 Это ты хочешь смотреть, что ли? Может, у тебя во рту что-то мешает говорить членораздельно? Так вынь! Ты дурачок! Я говорю, вынимайся изо рта немедленно, а твой босс подождет! Что? Что делать? Хрипой, глухой! Ты какая организация-то хоть скажи, что-то с микрокладом связанное, да? Что делать? Ты, ты, я-зинь! Хах, хах, хах! Блин, бл.. Ля-я-я-я, не мури! Хах, 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 хах! Ты, чёрт, дебилушка, пока! алло да оставайтесь на линии а вот здравствуйте компания верес инспектор козлова елизавета юрьевна ведется запись разговора скажите геннадий на это я это вы откуда вы верите козлица взялась женщина себя как ребенок а ты взрослый поездки работаешь да молчите слушайте меня че ты визжишь-то скажите пожалуйста козлиха ты алло алло да здравствуйте компания маниман связывается меня зовут славьева алина юрьевна идут работе с хорошей задолженностью могу это вы да вас так плохо слышно это вы я я я я хорошо по поводу вашего договора займа связываемся так как у вас нарушены сроки оплаты 31 день по графику сумма у вас не оплачена 36 тысяч 860 рублей 58 копеек треб не компания сегодня становиться в графике оплаты произвести вы готовы оплату произвести но если бы я была готова я наверное вашего звонка бы не ждала кто мне объяснить для какой цели вы звоните для чего вы существуете объясните кто-нибудь неужели бы человек который желает погасить задолженность либо просто погасить по своему там договору компании тоже нужно понимание когда от вас ожидать да не ждите я в вашей компании уже раз 20 сказала что в добровольном порядке не поступит платежа ну а почему так объяснить я не обязана вам объяснять от моих объяснений ничего по нашему договору не изменится вас какие финансовые сложности произошли да все у меня зашибись идите в суд идите по цельсии переуступайте идите по агентскому не будет денег нет у вас какие финансовые сложности произошли почему не будет ну давайте вести диалог корректно да не хочу я вести диалог очень жаль такой ужин порядке почему же вы за мне много почему-то пути ручка андреевна дайте все-таки конструктивный конструктивный корректный потому что потому что от не выполнены финансовые обязательства правильно же а я вам сказал не буду спал в добровольном порядке чего почему к эти зачем если по графику оплата не поступает компания может досрочно вытяните сумок оплаты я придерживаюсь принципа меньше слов больше дела не мать но от вас какое дело будет оплаты намеренно производить от меня никакого дела не будет ну а что вы ожидаете дальнейшем договора в таком случае я вообще от него ничего не ожидаю будем работать да еще раз повтори не намерен просто поймите если оплата долгое время нет договор просто напросто может быть серый уступлен согласно я вам это сама порекомендовала вы же даже не понимаете смысла моих слов вот даже не вдумывайте что нам заемщик говорит чисто работайте по скрипту это что я вам сказал вы мне сейчас повторили до свидания у вас анкетные данные актуальны которые ранее указывали у меня все актуально изменения будут я знаю как с вами работать заказными письмами у вас имеются три номера дополнительно для связи с вами это будет ваша информация мне может и имеются и 35 дополнительных только я сообщать их не обязана вы согласны звонки от нашей компании более двух раз в неделю вы заемщика толкаете на то чтобы он согласился на нарушение закона нет категорически против согласия не согласна хорошая информация фиксирована треб не компания каждое согласие любое согласие должно быть подписано не в устной форме зачем вы задаете этот тупой вопрос до свидания да 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 у меня нет денежных средств понимаете у меня денежек совсем нет я вышла замуж муж оказался очень строгим и скупым он забрал мои все карточки и сказал что я транжира денежков нету а как решить вопрос я сама думала сама хочу денег а я не знаю может развестись может быть а может быть и не стоит маме позвоните не маме не надо звонить мама свои денежки а я зарабатываю свои денежки но муж сказал что я сразу захожу и все на косметику трачу а так не надо делать и поэтому карточка у него денежки у него да а мужу скажите что если вы не оплатите свой долг то ваш долг будет продан так и сказать долг вместе со мной будет продан либо один долг будет продан ну вы понимаете что вы говорите я не понимаю вообще как можно продать можно переуступить если вы понимали о чем говорите вы не говорили бы в долг может быть продан да и в суд подадут кого подадут суток хорошо я мужу передам что в суд подадут всех продадут в общем не знаю как он отреагирует до свидания мартышка не звони больше вопрос решает нет нет я твоей могу позвонить здравствуйте здравствуйте микрофинансовая компания в банкир финансовый консультант корнякова надежда сергеевна вы ирина андреевна все верно да и продолжение разговора озвучьте дату вашего рождения вас сегодня еще не хватало для полного счастья еще и дату рождения озвучить капрель на целях информационной безопасности да нет я опередаю свою безопасность информационную в таком случае на разговор настраивайтесь в компании по как это делается интерес как настроить если вы не называете дату вашего рождения ну как настроиться скажите я потренируюсь берете набираете номер горящей линии перезвонить аааааа а всего то неееееее и вот ирина андреевна до свидания до свидания Продолжение следует...